Вадим Тетин Вадим Тетин Если у вас более 50% уходит на оплату или будет уходить на оплату вновь приобретаемого кредита, вот этого нового финансового инструмента, то кредитные организации и микрофинансовые организации должны в этом случае предупредить вас о том, что вы можете в случае каких-то нестандартных ситуаций, каких-то там чрезвычайных ситуаций не справиться с той долговой нагрузкой, которая есть. Вообще рекомендовано, что не более 30% от собственных доходов вы можете потратить на кредиты и займы, которые получили. Но в данном случае, если у вас 50% и более, то вы автоматически должны будете предупреждаться этими финансовыми учреждениями. С 2019 года было принято решение, что от 10 тысяч, если кредиты и выше, то вы должны быть предупреждены. Сейчас вот уже конкретно, что если более 50%, независимо от этой суммы, вы должны быть извещены о возможности не попасть, ну вернее попасть в трудную ситуацию. Скажите, но, такой вопрос, хорошо, а если они не предупредят? Человек приходит, мне нужно 50 тысяч, да, не вопрос. Допустим, а потом раз у него случилась какая-то ситуация, он оказался действительно в числе вот этих людей, которые не справились, а его не предупредили. Как вот, как быть городонину, как понять, что... Ну, в данном случае все очень просто. Дело в том, что все вопросы, которые возникают между субъектами, между физическим лицом и юридическим лицом, решаются в спорах. Если в данном случае физическое лицо будет утверждать, что оно не извещено о том, что долговая нагрузка составила более 50% и гражданин не справился, то эта информация должна быть доведена до сведений финансового учреждения, финансовое учреждение должно будет принять какие-то меры. Если оно не реагирует, то этому гражданину надо подать в суд для того, чтобы зафиксировать, что вот ситуация такая и что требует в данном случае этот человек. А это самое главное на словах или нужно галочку поставить? Меня уведомили? Я думаю, что вы должны подписать документ, если вы подписываете документ, что вы уведомлены, потому что вот это вот показатель долговой нагрузки, который рассчитывается, да, запросы специально во все бюро кредитных историй, где есть информация о ваших кредитах, для того, чтобы понимать, какие кредиты на вас сейчас есть, сколько вы платите, и для того, чтобы понять, какой у вас доход, и можете ли вы оплачивать текущий кредит. Соответственно, тогда регулятор, по данным регулятора, этот кредит будет попадать немножко в другую группу, на которой будут формироваться дополнительные расходы, фонды по расходам будущих потерь, возможных будущих потерь. Это невыгодно кредитной организации. Ну, то есть, опять-таки, все-таки тогда все банки МФО должны, обязаны иметь некий бланк, который гражданин должен галочку поставить. Правильно? Гражданин, соответственно, должен потребовать, когда он приходит, говорит, мне 500 тысяч нажму, или миллион, к примеру, ему хорошо, он, а дайте мне бланк, где я поставлю галочку, чтобы вы меня уведомили о том, что я вдруг вот, что я платежеспособен буду. Это все в комплекте того договора, который заключается. В этом стандартном договоре, во-первых, в правом верхнем углу, там печатается полная стоимость кредита, сколько реально, реальная процентная ставка со всеми услугами, которые кредитная организация предоставляет. И вот там же и есть такой показатель, как показатель долговой нагрузки, и кредитная организация, и финансовая организация, с которой выдают займы, должны обязательно об этом предупредить. Это будет в этом договоре, и фактически, если в этом договоре нет, значит, вы можете утверждать, что вас неизвестили. А вот те самые доп. услуги, как-то меняется время отказа, допустим, доп. услуг, которые были предложены, с которыми гражданин согласился, на первый взгляд? Да, конечно. Дело в том, что и на сегодняшний день есть так называемый период охлаждения, это 14 дней. Что это значит? Это значит, что... То есть, кто подписал договор? Да, если человек подписал договор и с какими-то услугами он не согласен, он считает, что это не входит в тот договор, это услуга дополнительная, и она не входит в тот договор, который ему предоставляется, ну, например, договор о кредитовании, о страховании жизни, например, да, Если он считает, что эта дополнительная услуга не входит в этот договор, то раньше было 14 дней для того, чтобы написать и отказаться, ходить на организации от дополнительных услуг, которые не связаны с предоставлением основной финансовой услуги. То сейчас этот срок перенесли с 14 до 30 дней. Почему? Для того, чтобы граждане были внимательно и в спокойном режиме обстановки. Допустим, сейчас мы с 29 января, декабря прошлого года, с 30 не работаем. 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 дней это быстро пройдет, а мы можем не успеть просто прочитать в связи с тем, что будем заняты 1, 2, 3. Поэтому этот срок увеличили для того, чтобы граждане получили более полное представление, могли проконсультироваться с теми, кто разбирается в этих вопросах, с юристами, например, со своими знакомыми, кто работает в финансовой сфере. Вот это все необходимо именно для граждан. Они могли бы в более такой спокойной обстановке просмотреть, разобраться при наличии вопросов, задать эти вопросы, в том числе, кстати, и ту финансовую организацию, которой они получили эту финансовую услугу. В другие организации, к тем же там свободным, там, амбудсман кому-нибудь и так далее, чтобы получить ответы на свои вопросы и понять для себя, нужно им или это не нужно. Но единственное что, отказываясь от каких-либо дополнительных услуг, мы можем попасть на другой финансовый продукт. Почему? Потому что если по какому-то, ну, например, кредитованию, оно по какой-то льготной ставке, но для того, чтобы льготная ставка была, нужно, допустим, там, допуслуга. Если вы ее оформляете, то у вас льготная ставка. Если вы ее не оформляете, то, соответственно, кредитная организация уже не может предоставить вам такой договор, потому что он публичный, он одинаковый для всех, кто приходит в эту кредитную организацию, и ставка может поменяться. Нужно просто будет, ну, либо возвратить все, да, и заново обратиться в другую кредитную организацию или финансовое учреждение, либо согласиться с новым договором, с новыми условиями. Почему? Потому что старые могут не подпадать с дополнительными услугами. Еще одно введение. Банки должны будут уведомлять людей об окончании срока действия вклада. Как это должно происходить? Да, дело в том, что сегодня, когда вклады особенно долгосрочные, да, у нас же по срокам есть вклады там на короткие, на длинные сроки, всегда может возникнуть ситуация, когда человек запамятствовал, либо когда срок, допустим, какой-нибудь нестандартный. Ну, допустим, там 291 день, да, когда вот он заканчивается. Ему там написали в договоре, там заканчивается там 25 мая. Пока он туда ходил, сюда ходил, 271 день, извините меня, и это 9 практически месяцев, да. И фактически, да, он уже может точно не вспомнить, какого конкретно числа ему подойти. И для того, чтобы не было разногласий, чтобы человек мог свои денежные средства вложить, снять их вовремя и вложить так, чтобы не было вот тех периодов, когда он не получает доход или получает минимальный доход, да. Вот для этого как раз-таки нужно. Для того, чтобы человек планировал, он, допустим, вкладывает на какой-то срок не потому, что жаждет получить какую-то дополнительную супервыгоду, а, например, для того, чтобы осуществить какие-то действия, да, платежи там или еще что-то такое там потратить. И вот эти сроки, которые нужно урегулировать, да, в одном банке одна сумма, в другом банке другая сумма, чтобы ему было понятно, как собрать эти деньги вовремя, не потеряв при этом, да, другие дополнительные доходы. Вот для этого как раз-таки и нужно. Как банк, самое главное, должен уведомить? Позвонить, что? Он должен направить соответствующее сообщение вам. Дело в том, что вы подписываете, когда договор, да, вы определяете, каким сроком, каким способом он вас извещает. Обычно, конечно, это либо банковское приложение, обычно, когда люди приходят, какой-то продукт оформляют, обычно ставят приложение, чтобы отслеживать текущую ситуацию, понимать, там, что происходит с его деньгами и так далее. Какой там процент, если там ежемесячный, например, да, проценты причисляются на вклад, ну и так далее. Или, да, каким способом, там, смс-уведомлением, пуш-уведомлением или паш-уведомлением, да, это определяется в договоре. Ну что ж, была программа «Тема дня» комментарий. Мы говорили о финансовых нововведениях, которые вступают в силу в нынешнем году. Как вы слышали, они касаются напрямую вас, граждане. Еще раз говорю, не думайте, что это касается каких-то бизнесменов, воротил, акул, мирового капитализма. Нет, это касается вас, поэтому будьте внимательны. А если что, вам непонятно, если, может быть, вы не на все вопросы услышали ответы, то обращайтесь на сайт нашего Центробанка. Соответственно, там вся информация находится, сможем спокойно почитать, понять и, что называется, осознать. Спасибо большое, Вадим. До новых встреч.